Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». 101FM. А вывести область из дотационного состояния может только трудовой подвиг всех жителей. В целом же, по мнению Ясина, Никита Белых работает более-менее успешно, а его деятельность по части самообложения и проекта поддержки местных инициатив чрезвычайно полезна для всей страны. По сути, такие проекты – это возрождение системы местного самоуправления, которая в России отсутствует напрочь, подчеркну Ясин. Прокомментировал экономист также высказывания Владимира Путина о кировском губернаторе. Напомню, Путин недавно заявил, что Никита Белых работает не хуже других, но никакого рывка в области в его губернаторский срок не произошло. По мнению Ясина, Путин неприязненно относится к Белых. Однако и увольнять его было бы опасно. Белых – один из самых ярких деятелей нового поколения, и оппозиция, заполучив его, только выиграет, считает экономист. Сегодняшнему кризису Евгений Ясин отмерил примерно пять лет. В это время экономике не от чего будет оттолкнуться, у нее не будет стимула к переходу на новый этап. Через пять лет появятся некие инновации, например, в области нанотехнологии и биохимии, которые, цитирую, «воспламенят сердца потребителей и производителей и станут новым мотором экономики». Правительство Кировской области намерено взять в долг у банков 10,5 миллиардов рублей. Эти средства направят на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств. Соответствующий заказ правительство скоро разместит на сайте госзакупок. Государственным заказчиком по отбору кредитных организаций выступит Департамент финансов. Кстати, там пояснили, что привлечение кредитных средств – плановая мера. Она прописана в программе государственных внутренних заимствований региона на этот год. Программа утвердена бюджетом области. Программа «Эхономика». С конца прошлого года цены на товары и услуги в регионе выросли на 1%. Об этом сообщает Кировстат. По сравнению с прошлым месяцем прирост цен составил 0,4%. Продукты, правда, подорожали чуть заметнее – в среднем на 0,6%. Особенно сильно выросли в цене овощи и сахарный песок, а также мясо, рыба, чай, коньяки, фрукты. Зато яйца и макаронные изделия подешевели на 3-4%. Непродовольственные товары подорожали за месяц на 0,6%. Так в цене выросли предметы одежды, электроботовые товары, цветы, табачные изделия и уголь. В то же время сотовые телефоны стали дешевле на 3%. А стоимость проезда в фирменных поездах снизилась на целых 20%. Курс валют по данным Центрального банка на 20 февраля. Доллар упал на 14 копеек и стоит сегодня 29 рублей 22 копейки. Курс евро вырос на 7 копеек, до 38 рублей 48 копеек. Мария Петухова, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101FM.